Всем привет, кто пришел. Нормально. Сегодня мы продолжаем наш разговор про IPv6. К сожалению, да, с проектором такая беда. Но в следующий раз будет лучше. Поговорим про заголовки. В прошлый раз мы начали, но как-то все еще не закончили. Вот. Мы остановились на чем? Сейчас я покажу. Payload Length. В общем, длина полезной нагрузки. На самом деле, ну или длина данных, длина полезной нагрузки. На самом деле, что-то похожее было в IPv4. Там была Total Length. Но оно было просто переименовано в поле. То, что сильненькое, это значит, что имя и позиция была изменена в протоколе IPv6. Желтенькое – то, что осталось, не поменялось. Красненькое – это то, что убралось. Ну или вот, ну вот, понятно, да, вот этот вот цвет на проекторе. Вот это вот то, что появилось тоненькое. Flow Label. Так называемая метка потока. Так, Payload Late – это длина полезных данных. На самом деле, почти то же самое, что в IPv4 Total Late, но с небольшим отличием. Payload Late содержит длину данных после заголовка, а Total Late включает в себя и заголовок тоже. В принципе, вот вся разница. Дальше. NextHeader. Вот NextHeader, мы немножко поговорили про это, да? Следующий заголовок. Да? Ну, сейчас расскажу вам поподробнее, потому что это довольно интересное поле, которое, ну, в принципе, да, я в прошлый раз так кратенько сказал, что оно позволяет нам, ну, как бы, как можно так выразиться, расширить, что ли, да, наш этот заголовок IPv6 пакета. То есть оно показывает следующий заголовок, который будет идти за заголовком IPv6 пакета. Вот картинка с сайта CISCO. Вот так, нет. С CISCO-вского сайта. Не очень видно, да? Нет. Вот примерно вот так. Смотрите. Ну, это как это называется? Схема, да? Наши Next-заголовки. Заголовок IPv6 Next 0. Это значит, что идет hop-by-hop пакет, ну, header заголовок. Дальше он указывает Next 60. 60 это... Там предыдущая была... Эх, не леснул. Табличка и номер. Следующий заголовок определяется номером. Определенным. Вот. То есть получается как? У нас в предыдущем заголовке, более верхнем, указан номер, который указывает на следующий заголовок и что это за заголовок. И картинка получается примерно как здесь. Вот так вот. У нас идет сначала один заголовок, потом второй заголовок, и дальше они идут по цепочке. Причем они должны, если у нас несколько заголовок, то они идут именно в таком порядке. Hop-by-hop, destination options, routing, fragment. Мы дальше поподробнее про все это поговорим. Тотификация, encapsulation, destination options, и потом уже заголовок TCP или UDP. Каких-то заголовок, конечно, может и не быть. Не обязательно они все должны быть. Может быть сразу там заголовок IPv6, и потом сразу hop-by и заголовок TCP. Сразу вот так. Такая будет картинка. Не обязательно. Но при этом, если мы, например, выкидываем вот этот заголовок первый, то за этим заголовком должен сразу идти вот этот, destination options. Мы не можем вот взять там и, например, поставить роутинг вот сюда вот на это место, потому что они должны идти в строгом порядке. Так. Поговорим про заголовки. Заголовки, например, hop-by-hop-options. Hop-by-hop-options. Ну, понятно, что… Ну, из названия примерно понятно, да, что это опция, которая проверяется на каждом узле. Это вот про это мы сейчас говорим. Не видно. Опция проверяется на каждом узле. При проходе IPv6 пакета, каждый узел должен туда заглядывать и смотреть, что там за информация содержится в нем. Дальше. Заголовок destination options. А, да, hop-by-hop, а идентификатор в основном в заголовке 0. Да, вот видите, если заголовок IPv6, next 0. Значит, у нас идет hop-by-hop. Destination options. Идентификатор 60 у него, соответственно, используется для передачи информации, которая будет просматриваться только на последних узлах, на узлах назначения. Заголовок routing. Соответственно, у него next header 43. Вот он, 43. Циферка. Рouting. Ну, это в IPv4 была похожая тема. То есть мы можем указывать, ну, промежуточные узлы по факту, да, мы можем указывать в заголовке, как нам отправить пакет. Потому что мы помним, да, что у нас в одну сторону пакет идет по одному маршруту, в другую сторону может по любому, по другому маршруту идти. И мы по факту этим маршрутом управлять не можем, если мы не указываем какие-то дополнительные поля. Да, мы отправляем пакет, и как он там будет маршрутизироваться, ну, обычно нас не волнует, да, по большому счету. Но если мы хотим, то мы можем указать этот вот рouting, вот этот вот заголовок routing. Дальше. Заголовок фрагмент. Заголовок фрагмент. Вот в прошлый раз я сказал, вот я не помню, как я сказал правильно, неправильно, что по идее IPv6 пакеты, они не фрагментируются. Но они не фрагментируются на маршрутизаторах. Они фрагментируют, то есть если пакет приходит больше, чем может обработать маршрутизатор, маршрутизатор его отбрасывает и сообщает узлу отправителю, что пакет слишком большой, его должен разбивать узел тот, который отправляет этот пакет. То есть он, в принципе, IPv6 фрагментируется, конечно же, да, но не фрагментируется на маршрутизаторах. То же самое, это просто используется для снижения нагрузки на маршрутизатор. Соответственно, фрагмент. Это вот этот. Соответственно, NextCadr у него 44. В принципе, все, фрагмент. Authentication. Authentication header. Соответственно, у него 51. NextHeader. Authentication и Encapsulation header, вот эти два, они используются как нижний уровень протокола IPsec. Ну, мы помним, что IPv6 тесно связан с IPsec, да, что туда интегрирован. Соответственно, вот эти вот Authentication и Encapsulation security у нас, это нижний уровень протокола IPsec получается. В принципе, про IPsec, наверное, мы поговорим, может быть, как-нибудь на следующем занятии или через занятие. Сейчас не будем подробно останавливаться на этом. Ну, и destination options у нас может быть указано несколько раз. Видите, здесь у нас destination options, и здесь destination options. Ну, вот, на самом деле, для разных, оно указывается, конечных точек. Насколько я понял, что мы можем какие-то параметры передавать... В общем, точно не помню. Не буду вам говорить, почему два раза. В следующий раз расскажу, разберусь. Смотрите, у нас еще есть NextHeader59. Здесь он нигде не указан. 59 указывает, что у нас просто нету дополнительных каких-то заголовок. Если у нас идет заголовок IPv6 и потом Next59, это значит, что как раз мы должны сразу идти сюда, в TCP или UDP. И даже если у нас какие-то все равно есть заголовки после NextHeader с номером 59, то мы эти заголовки просто отбрасываем. Вот это все мы бы отбросили, если бы у нас здесь было 59. Мы бы ничего здесь не рассматривали просто. Так, дальше. По заголовкам прошлись. Ну вот, здесь небольшая табличка, я потом презентацию скину. Вот, все эти цифры здесь есть. Монатизация, фрагментация. 59, когда нету следующего заголовка. В принципе, понятно. Так, стратегии перехода на IPv6. Смотрите, у нас же как получается, что IPv6 внедряется медленно. IPv6 мы не можем вот взять и сразу взять там всю нашу сеть, которая уже существует давно и там, которая уже это IPv4, и тупо все удалить и перестроить полностью на IPv6. Соответственно, у нас все равно будут какие-то промежуточные состояния, или даже вот как сейчас у нас, если мы хотим связывать, допустим, какие-то свои домашнюю сеть, например, с IPv6 и рабочую сеть с IPv6, мы должны передавать информацию все равно через IPv4, например, если у нас провайдер не поддерживает нативно IPv6. Соответственно, мы должны об этом думать. Если у нас могут быть хосты, которые поддерживают только IPv4, могут быть хосты, которые поддерживают только IPv6. Соответственно, то же самое. У нас должна быть трансляция адресов. Мы должны поддерживать трансляцию с IPv4 на IPv6. Обо всем этом надо думать. И при переходе на IPv6 у нас есть по большому счету три стратегии. Три стратегии – это двойной стэк. Первое. Самое предпочитаемое, самое хорошее и удобное, по идее, так должно быть, когда наши и хосты, и маршрутизаторы, и все наше оборудование поддерживают сразу два протокола – IPv4 и IPv6. Соответственно, просто если, например, у нас хост хочет отправить, он поддерживает и IPv4, и IPv6, он хочет отправить серверу сообщения, просто хочет отправлять пакеты. Он не знает, какие отправлять пакеты, он использует для этого DNS. Как ему DNS ответил с IPv6, ну, по протоколу IPv6 или по протоколу IPv4, соответственно, такими же пакетами он и будет посылать. Вот. Ну так, вкратце. Туннелирование. Туннелирование. Второй путь. То же самое. Используется, когда у нас две сети с одной технологией, необходимо объединить через другую. Это не обязательно должны быть две небольшие сети с IPv6, и посередине которых IPv4. Ну, хотя это как-то стандартный вариант, да, обычно. Мы можем также туннель прокладывать наоборот. Да, если у нас посередине IPv6, да, и мы хотим объединить две сети с IPv4. В принципе, в туннель можно завернуть все, что угодно. Как бы видов туннелей мы сейчас еще поговорим. Довольно большое количество. Туннели используются повсеместно. Используются, есть туннели провайдерские, туннели, которые могут, ну, чисто для домашних, нужд использоваться, да, там очень большое количество. Ну, вот про сколько успеем, столько сегодня поговорим. Ну, и третье – трансляция адресов. Трансляция адресов, да, вот про что я уже кратенько сказал. Про то, что если у нас есть несколько, есть хосты с IPv4 и хосты с IPv6, и все равно они должны между собой общаться, и они должны пакеты как-то передавать друг другу, и, соответственно, мы используем трансляцию адресов для этих целей, которые преобразуют заголовки IPv6 в заголовки IPv4. Мы сейчас поподробнее тоже на этом чуть-чуть поговорим, про это поговорим. Так, стратегии перехода на протокол IPv6 более подробно. Смотрите, дуэлл стек, то, что я сказал, то, что должно быть, и самое такое приемлемое. Туннелирование, туннелирование. У нас есть, здесь это не все, не все технологии, которые перечислены, только которые более-менее часто используемые. Это MCT, Manually Configured Tunnels, ну, вручную, да, туннельные брокеры. Наверное, кто сталкивался с IPv6, хотел себе дома поднять, наверное, самое распространенное, да, там, тоже об этом поговорим, что, ну, допустим, для домашнего пользователя, как получить самый простой IPv6, если провайдер не поддерживает, обратиться к туннельному брокеру. Дальше протокол и сетап. Интра-сайт автоматик туннель адрес синк протокол. Сегодня об этом не будем говорить, но также довольно часто используется. 6.104 туннель и IPv6 over MPLS. Я не знаю, может быть, поговорим, а про это, может быть, не поговорим, потому что MPLS мы как-то не особо еще рассматривали наших курсов. Может быть, так кратенько скажем. Трансляция адресов сегодня тоже не будем. NAT-34 это, по факту, двойной NAT. Ну, его еще тоже так почему-то называют, NAT-34. NAT-64 плюс DNS-6. NAT-64, DNS-64, наверное, не знаю, как читается правильно. Вот. Различные виды NAT-ов. Наверняка там еще довольно много, и мы посмотрим на какие-то из них. Так. Дальше. Поподробнее. DualStack. Поговорили уже, да? DualStack. А, да. Про что мы не будем точно говорить сегодня и вообще рассматривать туннели. Мы не будем рассматривать туннели DS-Lite и 6RD. Просто я их назову, чтобы вы знали, потому что это технологии, ориентированные больше именно на провайдеров, провайдеров услуг интернета. Мы не будем говорить про Teredo. Teredo тоже довольно много информации про нее, про этот туннель, ну, технологию туннелирования. Просто этот протокол ориентирован именно на майкрософтовские продукты первоначально, да? Хотя сейчас линуксы тоже поддерживают. Ну, в основном не используется для каких-то домашних нужд и особо на предприятиях, да, не используется. Обычно вот нашел я больше всего информации про этот Teredo именно по факту для тех пользователей, которые хотят использовать ее, это. Торренты, 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 они поднимают Teredo там, все это не очень сложно. Ссылочки я потом приведу. Вот, ну, для нас не очень интересно. Вот. Туннелирование. Вот, Manually Configured Tunnel. В принципе, все понятно. У нас есть DualStack Host, который поддерживает и IPv6, у нас есть хост, который поддерживает только IPv4. Нам нужен DualStack Router, который поддерживает и то, и другое. И DualStack Server. По факту, даже если у нас один какой-то хост, он не поддерживает IPv6, ничего страшного. Наш роутер, он все равно может общаться с этим серваком. И может также общаться и с хостом соседним. То же самое. Ну, хорошо, красота. В принципе, сейчас все хосты спокойно поддерживают и IPv6, и IPv4. Роутеры, по-моему, тоже. Сейчас уже поддержка хорошая везде. Идем дальше. Особо говорить здесь не о чем. Туннелирование. В мануале, конфигуратор, туннельс. На самом деле, это поддерживается технология большинством маршрутизаторов. Наверное, был один из первых протоколов трансляции, разработанной для передачи IPv6 поверх IPv4. Определен в РФЦ 42.13. Кстати, я понял, что РФЦ полезно читать. Даже если они не на русском, а на английском. Там очень-очень много информации, которые просто... Даже если читать какие-то статьи на Хабре и каких-то журналов, все равно они информацию выдергивают из этих РФЦ. И оттуда можно больше вычитать. Чуть-чуть поднапрячься, поднапрячь мозг и узнать больше, чем из всех этих статей, которые все это упрощаются. Сейчас мы посмотрим... Вот он, туннель. Как все это выглядит. Ну, примерно. Тоже схемка, конечно же. У нас есть IPv4. У нас есть две сети IPv6. У нас есть DualStack роутеры. Вот они. DualStack роутеры инкапсулируют пакет IPv4 в пакет IPv6 в пакет IPv4. То же самое. Туннелей именно сконфигурированы. Бывают разные технологии. Но это общий принцип. Да, мы взяли, инкапсулировали. Дальше наша информация переходит просто по сети интернет, по IPv4, не подозревая о том, что у нас внутри IPv6. Ну, в смысле, он знает о том, что IPv6. Но как бы смотрим просто на IPv4 и спокойно отправляем нашу информацию дальше, куда нам надо. После того, как мы ее инкапсулировали. То же самое, когда наша информация отправляется, приходит на порт назначения, вот на этот маршрутизатор, на… ой, я пытаюсь это не там рисовать. Допустим, вот отсюда мы информацию отправляем. Здесь мы в шестой инкапсулировали… внезапно он стал больше, ну ладно. В четвертый. Дальше здесь отправляем. Это все выглядит как один большой пакет IPv4. Отправляем, 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 потому что здесь сеть IPv4. Он приходит на DualStackRouter, у которого IP-адрес IPv4, и отсюда мы отправляемся, IPv4. Но он уже видит, что у нас внутри инкапсулирован IPv6 пакет. Соответственно, он отбрасывает этот заголовок IPv4, достает IPv6, оставляет его, и дальше по нашей сети идет именно только IPv6. В принципе, как бы довольно понятный, ничего сложного здесь нет. То же самое мы можем сделать, проложить туннель, например, ну, так же, только наоборот. Как бы, да, поверх IPv6, наоборот… да, поверх IPv6, туннель с IPv4. Ну, обычно это не надо, как я уже говорил. Так, ну, вот то, что я нарисовал, вот он, объяснялка. Потому что вот здесь IPv4, IPv6, IPv6, IPv4 header, через туннель передалось, дальше IPv4 header отбросился, да, и сюда, в принципе. Так, конечно, нифига не видно. Здесь у нас пример, что будет, если TCP-дампом посмотреть. Ну, в принципе, чуть-чуть, чуть-чуть видно сейчас. Я подрисую. Смотрите, что у нас протокол IPv6 мы видим. В смысле, IP-протокол, да. Здесь у нас IPv6-4141, где-то мы смотрели, что это… Я не помню, что это такое, 41. А, это IPv6, у нас 41, это, то есть, если у нас IPv6 инкапсулируется, это именно вот эти туннели используют протокол 41, IPv6 encapsulation. И дальше мы, смотрите, у нас это сначала IP-адреса IPv4, 10.1.21.3 и 10.1.21.1. Дальше у нас идут адреса уже, ну, хедеры, next-хедер, IPv6 адреса. В принципе, ну, да, видно хреново, конечно. Ну, то же самое, только проиллюстрировано, да, так это более хардкорно. Туннельные брокеры. Туннельные брокеры тоже самое используются для туннелей внезапно. Просто первоначально, как вот эти все вручную сконфигурированные туннели требуют вручной конфигурации, требуют настройки какой-то, да, требуют того, что, ну, системный администратор должен знать, как все это делать, и, соответственно, это, как бы, не совсем треверальная задача. Туннельный брокер позволяет нам автоматически конфигурировать туннель. Просто, например, вот как сейчас, например, можно получить IPv6 адрес, просто зарегистрировавшись у туннельного брокера, даже бесплатно, да, и получив от него все настройки. Мы ставим просто на компьютер, как, ну, программу агента, можно так сказать, да, подключаемся под своим логином пароли, и нам приезжают все настройки, которые нам нужны, да, для того, чтобы у нас был IPv6 адрес. Описывается в RFC 3053, RFC так и называется, туннельные брокеры, там довольно много информации, можно тоже почитать поподробнее. Очень хорошо такой способ подходит для объединения небольших сетей с IPv6, ну, так, например, как у нас наша небольшая домашняя сеть, да, там, с миром интернета IPv6. Здесь фишка в чем? Здесь фишка в том, что туннельный брокер несет ответственность за конфигурацию нашего туннеля. Он несет ответственность за то, что нам приедет за настройки. Мы, по факту, не можем, ну, может быть, можем что-то делать, да, но это не мы конфигурируем все это дело. Соответственно, у нас здесь есть несколько угроз безопасности в этом плане, что, во-первых, если будет недобросовестный брокер или недобросовестный человек захочет сконфигурировать туннель IPv6 не так, как надо, мы получим эти настройки неправильные, да, от него. Во-первых. Во-вторых, нам могут приехать, все это конфигурируется обычно из-под рута, ну, или из-под суперпользователя, да, в Windows. Соответственно, тоже не очень хорошо, потому что могут выполниться скрипты какие-то дополнительные, вот, и вообще это не особо безопасно, вот, фишка, потому что, ну, по факту мы отдаемся все эти настройки и наш туннель отдаем третьим лицам, вот, можно так сказать. Вот как это выглядит примерно на схемке. Если у нас, у нас есть DualStack Node, ну, наш компьютер, туннельный брокер, туннельный брокер, туннельный брокер также и DNS нам предоставляет, соответственно, IPv6, и туннельные сервера. Туннельных серверов довольно большое количество, мы, как получается, мы обращаемся к туннельному брокеру. созданы, здесь обычно IPv4 у нас идет, между нами и брокером, да. Дальше брокеры капсулируют IPv6, уфу, IPv4 в IPv6. Все это уходит на туннельный сервер. И, соответственно, туннельных серверов довольно большое количество, да, как я уже сказал, чтобы снизить нагрузку, и все это уходит в IPv6, интернет. Можно нарисовать такое вот облачко. Вот, как-то так. По факту все это выглядит, как будто здесь у нас просто один большой туннель между нами и сетью интернет. Вот. А. Что ли все? В принципе, у меня, наверное, сегодня все. На самом деле, небольшая, да, лекция получилась. Лекция, значит, просто заголовок зависит от другого, да. Вот так вот, как вы говорите. Да. В принципе, ничего сложного. Ну, это стандартная инкапсуляция, там, вся эта инкапсуляция, она так и получается. Ну, в смысле, все инкапсуляции, когда у нас вовнутрь одного заголовка, да, заворачивается другой заголовок. В смысле, все инкапсу. В смысле, это не так. На самом деле, я не хочу, чтобы это сделать. В принципе, я не хочу. Продолжение следует...